В Нью-Йорке есть знаменитый парк Хайлайн, проложенный на эстакаде старой железной дороги. А я вам сейчас покажу круг, штуку гораздо круче. Посмотрите, какие бывают парки. Я в Пенсильвании, в городке Бефлеем. Здесь находится старая, уже не действующая, стрелетейная фабрика. Огромная территория. Это домны, которые уже давно не работают. Все очень ржавое, все не заброшенное, но уже выведено из эксплуатации. Вместо того, чтобы фабрику снести, на ней сделали вот такой вот парк. На самом деле, концепция как у Хайлайна, это также идет над землей, также среди стрелетейных цехов проложены дорожки. Можно гулять и смотреть вот на такую промышленную, совершенно безумную эстетику. Вниз не спуститься, тут все закрыто. Там даже деревья кое-где выросли. А вот здесь, поверху, можно даже гулять с детьми. Ничего не случится, все вполне безопасно. Фабрика была огромная. Сейчас часть ее это казино, отель, развлекательный центр, концертная площадка. В каких-то домах сидит местная телекомпания, в каких-то домах сделаны мол, аутлеты. Вот внизу огромная концертная площадка под открытым небом. Ну и при этом еще гигантская территория, которая никак не эксплуатируется, которая просто стоит законсервированная. Вот вторая железная дорога и вагоны, которые загружали руду. Вот, собственно, вагон, электровоз. Шли провода сверху, у него как у трамвая, такой только приемник. И сыпалось все это вниз. Где-то забито шлаком, вот как здесь. А где-то вот пространство идут до самого низа. Фантастическое место, на самом деле, очень атмосферное, очень крутое. И без людей совершенно. Ну, на всем парке гуляю только я. Еще там пару человек. И чек 20 китайцев. Здесь казино, и китайцы приезжают играть. Причем китайцы какие-то странные, которые, ну, явно без денег, видимо, получают бесплатный талон на игру. И просто проводят время свободное. Старая дорожка, по которой ходили рабочие. Вот кое-где даже краники сохранились питьевые. Какие-то вот краны. Трубы магистральные. Я даже не знаю, как все это работало. Ну, выглядит просто фантастически. Вот такое место.